На днях мы встретились с интереснейшим человеком, самобытным художником Светланы Ивановой. Художник-символист, она исследует духовную жизнь современного человека, ищет образы его философии жизни. Летом этого года одна из работ Светланы участвовала в выставке-конкурсе «Арт-неделя во Франции», которую организовал сам Пьер Карден. И на этом конкурсе, представлявшем множество художников Европы, произведение Дмитровского творца заняло третье место – «Большая и заслуженная победа». Приглашение поступило от организаторов Российской недели искусства, потому что было приглашение со стороны Пьера Кардена во Франции. Он предоставил любезно свои площади для российских, и не только российских, но и украинских, и, по-моему, Белоруссии участвовало, то есть славянские художники. На этой выставке я предоставила работу, которая называется «Всадник апокалипсиса». И по решению жюри я получила третье место на конкурсе. Картина «Всадник апокалипсиса», я к ней достаточно долго шла, потому что по размеру она большая – 90 на 90. Идеей картины было написать «Всадника» не просто как в библейском сюжете, это как символ голода, войны, болезней. Это символ для меня справедливости, и нужно было написать как символ неотвратимости возмездия за поступки. И в данном случае эта картина разделена, как бы такой применил способ арабески. С одной стороны вверху ангел светлый, в другой – ангел темный. И вот это пересечение мечей, если видно на картине, как будто они сталкиваются с острием меча. И в углу опять мое изображение – время. Я вообще считаю, что время для человека, время и жизненная энергия – это основные понятия для человека. Почему-то мы все, что угодно думаем, начинаем от материальных благ и так далее. Но кроме того, что у нас существует время, которое нам дано, и которое мы очень плохо иногда часто используем, и жизненные силы. И вот опять там есть в углу образ времени. Образ времени – часы, которые горят в пламени. Светлана – самоучка. Живописью стала заниматься более 10 лет назад, уже в зрелом возрасте, так как возникла внутренняя потребность выразить свои чувства и мысли. Творчество для нее – как глоток чистой воды из родника. Оно дает возможность переноситься в другие миры, в другие смысловые и эмоциональные измерения. Светлана по образованию биохимик – кандидат наук. Работает ведущим инженером-химиком в ветеринарной лаборатории. Преподавала в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте. Работы очень много, но Светлана научилась так структурировать свое пространство и время, чтобы хватало сил и на любимое творческое увлечение. Я считаю, что для меня живопись – это степень свободы. То есть человек, который занимается творчеством, в данном случае я занимаюсь живописью, человек получает свободу выражения. А ведь ощущение свободы, оно очень пленительно. И живопись для меня – это как путь бесконечности. Вот у человека есть три пути бесконечности, которые он может в своей жизни пройти. Один путь очень простой – это по пути денег, потому что это путь бесконечности также. Второй путь бесконечности – это дети. Мы тоже в генах своих продлеваемся и уходим в бесконечность. А третий путь – это путь духовности и творчества как часть духовной жизни. И вот творчество – вот такой путь бесконечности. Ведь он развиваться и рисовать можно до бесконечности. И тем очень много. А когда человек становится на путь бесконечности, это фактически тоже бессмертие. Время течет. Неумолимо, неподконтрольно нам. В суете проходят дни, месяцы, года. А что остается? Что мы можем предъявить себе как достойный результат нашего нахождения на этой земле в этом времени? Художник, как любой творческий человек, вступает в конфликт с временем. Борется с бессмысленностью обывательского существования. И если в этой битве художник проявляет упорство и талант, то после него остаются его работы, как плод его поисков, ошибок и побед. Человек, который не проходит метания и не проходит трудности, он не созревает духовно, не созревает для того, чтобы потом что-то выдать. Потому что благополучная жизнь и все, когда чинно и благородно, не дает возможности потом дальше развиваться. Поэтому, конечно, были метания, были определенные раздумья. Но вот подтолкнуло меня, как раз живописи, тот период, когда в стране вообще был кризис. И я оказалась без работы. И вот я поняла, что надо чем-то заняться, чтобы этот выход энергии был. И я начала рисовать для себя потихонечку. То есть для меня это какие-то уроки простейшие, карандашиком. А потом вышла, дальше, дальше, дальше пошла рисовать. Какие-то мастер-классы посещала, какие-то уроки брала. Какий-то свой путь искала для рисования. Какий-то свой собственный стиль. Потому что, как иногда говорят художники, возьмешь работы художников, они в один в один у всех. Особенно, когда вот ставят руку классические, академические. Поскольку я все-таки шла своим путем, как всегда, в соответствии с своим характером. И находила свой путь. И самое интересное, что чем дальше, тем больше мне открывается возможность каких-то образов. Я не только иногда во сне вижу, но и наяву. Очень часто я вижу картины наяву. Вот человек пройдет мимо, а я вижу, что вот эта идея для картины я вижу. И я набрасываю на листочки идею, чтобы не забыть. И вот откладываю до определенного момента, когда я созреваю. С каждым годом увлечение живописью у Светланы перерастает нечто большее. Сейчас это для нее скорее способ иного существования, чем просто хобби. Образы самобытного художника становятся сложнее, рука смелее. И Светлана подумает о том, чтобы сделать художественное творчество своим основным видом деятельности. А пока она выносит на суд зрителей свои свежие работы и лучшие из прошлых лет. Мэтр Пьер Карден устраивает выставки у себя в резиденции не только с нашей страны, но и других. И как видит свою миссию в поиске талантливых людей, новых идей. И ему выставка российских художников понравилась. Как сказали организаторы, он посещал ее три раза в течение 5-7 дней. И насколько я знаю, что на следующий год также будут приглашены наши художники. И будет еще раз выставка там же у него. Она проходила в его резиденции в городе Ла Коста во Франции. Конечно, общение с таким человеком, с таким вообще мозгом, с такой индивидуальностью, скажем. Это, конечно, я считаю, того стоит. Он энергичен, он сохраняет и прекрасную ясность ума. И у него свой взгляд на жизнь, у него свой взгляд на картины. И вот у него поиски, видимо, новых идей, новых людей. Поэтому он этим и занимается. Работы Светланы Ивановой выставлялись в арт-галереях Флоренции, Германии, в обеих столицах Российской Федерации и, конечно, в Дмитрове и районе. И каждый зритель находил что-то свое в работах этого интересного художника. Шел за близкими им смыслами и символами богатой вселенной, создаваемой Светланой Ивановой. Я считаю, что мы живем там, где уже нам дано. И принимать надо действительность такую, какая она есть. Но судя по тем переменам, которые так или иначе существуют, вот каким-то климатическим, технологическим, поведением людей, можно говорить, что мы живем в время перемен. И время перемен всегда смутное время. Поэтому не всегда люди находят какую-то платформу, на которой можно встать и дальше вести свою линию жизни. Вот самое главное – найти свое место в жизни и найти свою платформу. Тогда ты будешь дружен с собой и дружен с этим миром, независимо от того, какое время, какая страна, какие люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова